От Шаддада ибн Ауса передаётся, что посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине Аллах предписал добро во всех делах. И если придётся убивать, то убивайте хорошим способом. И когда будете приносить жертву, то совершайте это так же хорошо. И пусть каждый из вас как следует наточит свой нож и избавит животное от мучений». Этот хадис привёл муслим. Передатчик этого хадиса Шаддад ибн Аус аль-Ансарий, он племянник Хасана ибн Сабита, поэта пророка, саляллаху алейхи вассалям. Жил недалеко от мечети Аль-Акса, там же и умер, в 64-м году по хиджре, да будет доволен им Аллах. Проявление добра иногда бывает обязательным, как добро по отношению к родителям или детям. Добро должно быть выражающимся в почтении к ним, и как минимум достаточное для поддержания родственных связей. То же самое относится и к проявлению добра к гостю. А иногда доброе отношение бывает желательным, как желательная милостыня, или ухаживать за гостем после трёх дней. Также дополнительное проявление добра к родителям или родным. Всё это относится к желательному проявлению добра. Что касается жертвоприношения, то во времена невежества многобожники уродовали животных, отрезали конечности, уши и так далее. Или же закалывали чем-то тупым, ненаточенным ножом и тому подобное. То есть мучили жертвенное животное до его смерти. И когда пришёл ислам, то всё это было запрещено. Было запрещено мучить жертвенное животное. И к этому относится то, чтобы наточить нож, чтобы животное не мучилось дважды. Самой смертью и до этого. Поэтому пророк, саляллаху алейхи вассалям, приказал, если приносите животное в жертву, то делайте это наилучшим способом. Также сюда относятся те, кто заслужили казнь в шариатском государстве. Будь то по причине отступления от веры, или по причине убийства и так далее. Приказано проявлять к ним добро, не уродовать и не мучить их, чтобы в этом был наименьший вред. А то, что сегодня говорят некоторые неверные, что приношение животного в жертву ножом – это мучение для животного, конечно же это не так. Мучением является то, что делают они. Это они стреляют в животных, или бьют молотом, душат и так далее. Иногда животное умирает сразу, а иногда они успевают его зарезать. И это все по причине их отдаленности от религии. Ислам приказал добро даже по отношению к неверующим, даже если это будет на войне. Пророк, саляллаху алейхи вассалям, говорит, что когда вы вступаете в войну, то не убивайте тех, кто в кандалах, то есть тех, кто привязан. И не убивайте вероломно, не уродуйте и не убивайте детей. И это сказано о многобожниках. Что же говорить о мусульманах? Доброе отношение бывает по отношению к творениям и по отношению к Господу творений. Что же касается доброго отношения к творениям, то это выполнение обязанностей по отношению к ним и их правам. А добро по отношению к Господу – это ихсан, поклонение Аллаху так, как будто ты его видишь, и если ты его не видишь, то поистине он видит тебя. Субтитры сделал DimaTorzok